Невообразимые спортивные рекорды, ежедневные научные открытия, курорты на Марсе и спальные районы на дне океана. Так романтики и фантасты недалекого прошлого представляли себе ближайшее будущее, которое для нас современность. В канун Нового года по старому стилю Алексей Зотов изучил прогнозы прошлого и вернулся назад в будущее. Вот и наступил новый 2013 год. Даже в праздник люди питаются в общественных столовых. И конечно среди напитков нет ни одного высокоградусного. Вообще крепкий алкоголь широко употреблялся последний раз 10 лет назад. Большая радость у молодых строителей, посланцев Земли. К Новому году дала промышленный ток пятая, крупнейшая турбина термической станции, построенной в кратере Альфонс. Она первая из металла добытого и обработанного на Луне. Примерно так полвека назад представляли себе сегодняшние выпуски новостей наши коллеги, журналисты одной из крупнейших советских газет. Вот он, тот самый номер из будущего. Рядом с заметкой о первом мамонте в московском зоопарке репортаж о находке археологов, очень похожий на древний самогонный аппарат. На другой странице фотография первого марсианского санатория «Позитрон» для рабочих и инженеров советской земли. Или вот еще снимок замка из пластмассы на дне океана. Ну и конечно звездолет над Кремлем в новогоднюю ночь. Ну уж что точно должно было появиться сегодня вот такой радиоуправляемый трактор с обтекаемыми формами мощностью 800 лошадиных сил, работающий на атомном горючем с заправкой раз в пять лет. А теперь посмотрите, товарищи, что сделают большевики с Москвой завтра. Проспект Академии наук, площадь Маяковского. Именно в таком виде, по планам архитекторов 30-х, Москва должна была сохраниться до наших дней. Хотя в то же самое время были и совсем другие идеи. Небоскребы, районы и целые города из стекла и стали. Невозможно поверить, что это придумано 80 лет назад. Но именно таким тогда виделось сегодняшнее всеобщее социалистическое счастье. Все спускались по широким лестницам, усаживались за столы с белыми скатертьями, на которых лежала алюминиевая посуда. Это был очень дорогой материал тогда. В связи с достигнутым высоким уровнем жизни жителей нашего города, сегодня ровно в полночь отменяется денежная система. Советское кино обещало нам, что деньги станут не нужны и все будет совершенно бесплатным. Позвонить по телефону, почитать газету, поселиться в прекрасной квартире или вот угоститься пирожным. Правда, если, к примеру, с дверью, которая открывается сама, в общем-то угадали, то, похоже, об интернете и компьютерах в каждом доме фантасты даже не мечтали. А красивый у вас спутник. Мы в Австралии с одной школой дружим, хотим наладить с ними постоянный контакт. Мысль о том, что компьютер может представлять из себя вот такую маленькую планшетку, она никому в голову не приходила. Предполагалось, что это интервью постаревшие герои фильма «Отроки во вселенной» дают именно в наши дни. Я не могу ответить на ваш вопрос. Но одеты они почему-то точно так же, как и в 70-е. А ведь гости из будущего должны были носить что-то нереально красивое, ну или блестящее. Мы мечтали о комбинезончике с подогревом. На роликах шлемик, там музыка играет. И, может быть, даже собачка рядом на роликах. В середине 70-х советские художники мечтали о том, как будет выглядеть Сибирь всего через 30-40 лет после освоения нефтяных месторождений. Поезда на магнитных подушках и скоростью 500 км в час. Города из небоскребов или вот просто парящие над землей. Светолет с тремя мощными двигателями. Алексей Леонов, первый человек, побывавший в открытом космосе, наравне со всеми мечтал о полете на Венеру или Марс и встрече с их обитателями. И рассказывал школьникам о реальной жизни в 21 веке. Вокруг Земли будут созданы своеобразные поселения космические. Гигантское колесо метров 300-400. Куда будут пролетать объекты с Земли, как космические корабли залетать. Ни звездолет, ни машину времени так и не придумали. Но мечтали же всего 100 лет назад, как над Москвой полетят дирижабли. А люди будут по-прежнему носить цилиндры и шляпы с перьями, но ездить на скоростных аэросанях. И причем, заметьте, не в наши дни, а в 23 веке осталось подождать какие-то 200 лет. Алексей Зотов, Мария Емельянова, Первый канал.